Торжественные богослужения прошли в минувшие выходные во всех православных храмах и приходах Хакасии. Верующие отмечали светлую Пасху. О традициях и обычаях одного из главных церковных праздников наш следующий репортаж. Куличи, конфеты, пасочки. Это то, что я с собой принесла. А яиц зачем так много-много-много? Потому что я на всех, на всю семью. Пасха, она сделается из творога. Кулич, он делается из домашнего теста. Когда Мария Магдалина пришла, у нее окрасилось яйцо в красный цвет. Поэтому именно красят именно в такой цвет. По легенде, чудо окрашивания яйца в красный знаменовало воскрешение Христа. И с тех пор этот цвет стал символом Пасхи. Каждый год в канун светлого праздника православные несут пасхальную еду и в большие храмы, и маленькие приходы. Везде проходят обряды освящения снеди. Окраплите воды все освященные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Светлое, радостное чувство. Христос воскресеет. Ну как же, это же вообще счастье. Он за нас столько страдал. Это вера в то, что есть Христовая вера, то, что есть воскрешение Господне. И это важно. Иисус тоже прожил такую же жизнь и показал нам, что все люди так могут жить. Чтобы быть очищенным человеком, чтобы верить только в добро, чтобы меньше зла было. Ближе к полуночи прихожане вновь собрались в храмах уже на самое главное торжество – многочасовое пасхальное богослужение. Но прежде по православным канонам, с молитвами, крестным ходом, верующие идут вокруг церквей. Показать ребятишкам, что такое крестный ход, как это красиво. Душа обновляется, и ты сам обновляешься. У тебя силы от этого, тебе хочется жить. О чем думаете? Вы знаете, о чем-то, о самом светлом, наверное, о самом добром. Хочется молиться за здоровье людей, за мир. Во главе шествия представители духовенства. Они уже сняли черные траурные одежды, облачились в праздничные, сначала белые, символизирующие божественный свет из гроба в момент воскресения Спасителя. А в конце службы сменят их на красный, цвет пролитой за людей крови. Пасха завершает Великий пост и открывает неделю Светлой Седмицы. Это время праздничных литургий, отдыха, походов в гости, с куличами и крашенками. Время – начало новой жизни. Мария Добрынина, Наталья Гармашова, Владислав Пустовой, Твести Хакасия.